рад всех приветствовать долго думал на самом деле записывать это видео или нет потому что тема макетных плат в интернете достаточно много посвящено информации и в виде картинок и в виде видео но потом подумал что все-таки у нас канал про электронику и для начинающих поэтому было бы не совсем правильно обойти эту тему стороной учитывая то что и у меня в начале моего пути тоже были вопросы по этой теме и дополнительно в конце бонусом таким поговорим еще про двуполярное питание и про двуполярные источники питания потому что на момент когда я начал этим всем заниматься я вообще не знаю что такое существует там двуполярное питание зачем по факту в евро эксистемах без этого вообще никуда потому что 95 процентов модулей с не больше работают от биполярного питания поэтому это тоже очень важный момент который важно понимать собственно вот об этом и поговорим в этом видео ну начнем ну и говорить начнем про макетные платы для начала что это такое вообще для чего нужно как оно работает макетная плата представляет собой такой вот блок с контактами которые замкнуты друг с другом вот так вот в данном случае по вертикали то есть вот образуются ряды 5 штучек и все контакты в одном ряду допустим вот в этом или вот в этом они все замкнуты друг на друга с соседними контактами вот этими дальше столбцами по вертикали они никак не пересекаются и есть две шины питания раз два сверху и две снизу раз два вот по всей длине собственно говоря здесь тоже все контакты вот в этом горизонтальном ряду замкнуты друг с другом и в этом тоже и здесь аналогично соответственно если мы допустим подаем сюда плюс питания сюда минус питания то на всех вот этих контактах образуется положительный потенциал на всех этих отрицательные компоненты мы же крепим вот на оставшуюся вот эту часть и по факту если нам нужно соединить два различных компонента то мы должны разместить их в одном вот этом вертикальном ряду двумя их ножками вот предположим я взял два резистора и нам их надо соединить у них есть какая-то общая точка получается мы берем один резистор устанавливаем сюда одним концом допустим другим в другой вертикальный ряд а второй резистор вот из них общая точка здесь то вот на этим же концом подсоединяемся к этому же вертикальному ряду другим концом другую место получается вот то есть вот здесь два резистора эти друг с другом соединены естественно там если мы допустим добавим еще один резистор допустим он соединяется вот с этим здесь идет уже дальше там сюда то есть тоже этот резистор с вот этим соединены в этой точке а теперь давайте посмотрим на эту же схему вот на макетной плате как она собрана вот нас получается идет входной конденсатор то есть у сюда на эту ножку поступает сигнал потом этот сигнал поступает нас вот на вот этот столбец вот на центральную ножку транзистора на его базу также вот мы видим что в этой же общей точке вот у нас находится резистор который идет на плюс 9 вольт вот он с базы резистор на плюс 9 вольт также что у нас еще есть вот этот резистор он тоже находится общая точка с базой транзистора резистор идет на минус вот он идет на минус также у нас есть эмиттер транзистор транзистор вот эта ножка с него тоже с общей точки идет резистор на минус вот он он вот у нас коллектор есть первая ножка транзистора и вот мы видим что с нее есть резистор который идет на плюс 9 вольт вот он он и с этой же ножки с коллектор есть еще подключение соединения общее с конденсатором выходным сигнал мы будем получать вот отсюда вот этот конденсатор вот с этой ножки конденсатора мы будем получать усиленный сигнал то есть вот на примере до простой такой схемки можно понять как осуществляется подключение компонент между собой на макетной плате понятно что схема могут быть больше схема могут быть сложнее вот я здесь занимался там отладкой проверял вот такой огород нагородил видно что здесь много и всяких перемычек еще дополнительно но о них я в дальнейшем тоже расскажу касательно питания да я сказал вот здесь нас есть две шины 52 конденсатор у нас идут плюс 9 вольт вот эти два к земле и допустим вот если нам нужно подать питание вот у нас есть два провода красный черный то мы берем красный плюс 9 устанавливаем его вот в эту шину берем черный провод сарова в эту шину все вот у нас теперь по этим проводам питание поступает но вот эту верхнюю шину красного плюс 9 вольт вот на эту нижнюю это земля получается также очень полезные вещи бывают взять вот такую вот перемычку и примерно такую можно любую другую и соединить две вот эти шины которые у нас минусовые то бишь земля вот таким вот образом это нам позволит не тянуть компонента допустим вот с этой части платы вот сюда как я это сделал мы могли бы просто взять вот этот резистор и с эмиттера вот отсюда сразу кинуть его вот на эту шину тут сейчас не очень красиво получилось я уж стараться не буду но логика да понятно что у нас нулевой потенциал отрицательного здесь содержится и также за счет этой перемычки он еще перебрасывается и вот на всю вот на эту верхнюю минусовую шину вот и как у нас две земли получается тоже самое можно в принципе с плюсом сделать если надо но поскольку мы с вами будем говорить в основном про евро рек система то там везде используется биполярное питание о котором я как раз и хотел вам рассказать но это чуть попозже сейчас поговорим про следующий момент хотел рассказать вам вообще какие бывают вот перемычки такие есть такие есть еще недавно себе приобрел такие вот крокодилы с одной стороны крокодил с другой стороны такой вот разъем которые замечательно устанавливаются в эти вот отверстия это бывает полезно допустим закрепить какие-нибудь потенциометра в чем суть для начала возможно будет достаточно и одной макетной платы вам если собрать какую-то простую схему компактную то особых проблем не возникнет если уже собирать какие-то более сложные серьезные схемы то на одной платье это будет делать не очень удобно поэтому на первое время конечно можно купить одну попробовать вообще понять нужно вам оно не нужно но если у вас вообще их нету то там на алиэкспрессе есть очень много различных наборов где продают сразу по несколько плат сразу уже с такими перемычками с такими перемычками с такими то есть прям там могут каких-нибудь резисторов насыпать и так далее то есть достаточно такая полезно полезный набор получается я шел по другому пути я сначала купил вот одну долго собирал все на ней потом комплекте сразу купила такие перемычки но они хороши но не всегда они разные длины есть видно да на длине короче есть еще более длинные есть более короткие они удобно есть ножки этот соединение в разных концах плата делать там отсюда прокинуть с эмиттера транзистору конь сюда да тогда удобно но если этих перемычек очень много и вам нужно какие-то компоненты рядом соединять вот так вот перемычками да то это очень удобно одну здесь сделали там другую здесь сделали уже все награжено какое-то все в этих проводах нужно что-то убрать вы постоянно тянетесь там в общем это не очень удобно поэтому советую еще вот такие перемычки приобрести они более такие короткие и скажем так в одной плоскости находятся да то есть вот вам нужно что-то соединить два компонента каких-то вы взяли одну перемычку сюда там конец второй сюда конец все вот она лежит себе спокойно внизу и никак вам не мешает взаимодействовать с остальными компонентами вот еще вот таких перемычек них поначалу него не было я все делала такими перемычками честно говоря в какой-то момент устал просто купил таких вот они идут разного тоже размера в наборе я в основном пользуюсь только вот этими вот маленькими вот эти большие вот эти общение к жизни не пользую вот эти тоже только вот вот эти иногда в основном вот эти и к сожалению очень мало в комплекте идет именно вот нужных мне размеров есть вот такая вот не знаю какой цвет коричневый у меня просто это небольшая цветовая слепота есть поэтому вы не удивляйтесь если я не так будут цвета называть в общем что-то а-ля коричневая вот эти часто пользуюсь вот этой вот зеленый они очень полезны еще частенько можно вот такими синими пользоваться маленькими напрот кривая какая-то вся и вот такие вот маленькие тоже зеленые или серые не знаю чем тоже бывает полезно вот я основу такими четырьмя видами пользуюсь пришлось в какой-то момент второй набор покупать потому что одного ничего не хватать слишком мало их таких вот положили в особенности вот этих двух зеленых и коричневых вот почему они популярны у меня потому что и в рак системах очень часто используются операционный усилитель допустим как вот этот тел 72 и когда вот мы его так устанавливаем он питается двуполярный источник питания от плюс 12 вольт который подаются вот на эту ножку и от минус 12 вольт который подаются вот на эту ножку и допустим если представить что у нас вот на этой шине находится плюс 12 а вот на этой минус 12 то очень удобно взять зеленую перемычку и так вот об об догнуть запятая здесь а коричневый подать минус 12 они бы идеально подходит по длине я испытывает это эстетическое наслаждение удовольствие поэтому вот я имя очень часто пользуюсь таких кейс вот эти вот маленькие часто используются когда нужно вертирующий вход операционного усилителя нужно закоротить на выход операционного усилителя вот такими перемычками это очень удобно делать когда мы вот так вот втыкаешь их и все супер вот этими синими набрать как все кривая удобно соединять между собой ножки переменных резисторов потенциометров соседние и в этом случае очень мне не помогают выручают потому что свой метрами вот они вот так вот да и обычно их креплю к макетное платье таким вот образом вот и часто в схемах нужно две вот этих ножки соседние там левую центральную к примеру закоротить соединить между собой не вот эти не перемычки они очень хорошо тоже с этим справляются она короче вся кривая поэтому вряд ли я попаду хотя нет вот попал вот и они прям идеально закорачивают для ножки вот поэтому советую к приобретению и такие перемычки и такие такие крокодилы вот нужны если вы используете очень много потенциометров допустим у вас уже но некуда их размещать да их можно таким образом вынести через эти крокодил то есть допустим сюда вот мы подключили потенциометр к операционному усилителю да вот этим крокодилом и вот так вот ему ножку об и он где-то у нас вдалеке валяется мы можем если что этом покрутить что-то поменять в таком случае удобно либо есть еще потенциометр которые не под пайку на оплату навесного монтажа у них там другие контакты вот такого рода и тоже удобно такие контакты в плату их макетную никак не воткнуть а вот крокодилами они замечательно скрепляются также на отдалении где-то висят удобно пользоваться вот это что касается макетных плат и различного вида перемычек без них никуда потому что на начальном этапе в любом случае макетная плата будет нужно на играть достаточно такую важную роль в понимании того как строится схема что с чем как взаимодействует как подсоединяются и так далее потому что да можно взять просто посмотреть на схему вроде все понятно чего транзистор 4 резистора два конденсаторы подключил здесь все работает понятно можно взять там сразу собрать уже на печатной плате и не париться вот с этим потом переносом этого всего опять таки на печатную плату но если вам нужно что-то отстроить какую-то отладку сделать то вот на этой на макетные платье это сделать намного в разы проще легко удалить компоненты поменять там на какие-то другие что-то куда-то переставить замерить там мультиметром проверить и так далее то есть на начальном этапе все-таки советовал приобрести но хотя бы одну макетную плату но лучше несколько вот и соответственно перемычки вот эти необязательные прям но вот эти хороший вариант я же в свою очередь для еврорекс систем собрал вот такую плату из трех сразу плат на это можно смотреть вот сюда вот такой шлейф питания идет стандартный этот еврорекс ки 16 пин на 10 пин вот с которого питание подается на вот эти две шины и потом уже уходит там на все остальные также джеки сюда 3,5 миллилитровые установил и в принципе вот достаточно большая площадь получается уже с питанием не надо постоянно ничего подключать виде колоды каких-нибудь с кронами и так далее то есть достаточно удобно вот но это я уже собрал относительно недавно потому что понял что нужно пространство скажем так побольше до этого я года полтора на 1 или там ну год у меня точно по моему вообще одна только была потом уже вторую потом уже и третью собрался вот такой на начальных этапах я думаю такое решение не обязательно нового пути мотивы на теперь же что касается питания хотя давайте перед тем как про питание еще немного быстренько расскажу заметил что то что забыл сказать по поводу схемы да у нас есть вход и выход видно что один контакт у нас как бы подключается куда-то обычная здесь джек у нас трех с половиной миллиметровый вот это тут у него один контакт из нее есть второй контакт и есть вот есть третий контакт и здесь аналогичная ситуация садим него контакт здесь 2 здесь 3 сейчас я даже это продемонстрирую вот так вот это выглядит первый контакт 2 3 это если мы говорим про он а джеки в основном и пророк системах используется именно именно они то есть и у нас вот из перемычки то есть вход да у нас один провод идет на вот этот входной конденсатор другой провод у нас идет с выходного конденсатора то бишь вот отсюда и оба этих провода они идут на верхний контакт джек вот так а для того чтобы подключить джек к земле согласно схеме используется вот этот его нижний контакт он подключается так вот так то есть вот этот контакт у разъема джека всегда минус земля вот и получается если у нас вот этот контакт подключен но я так вот грубо покажу сюда кверху то вот этот нижний контакт мы всегда подключаем к земле что же такое то есть к минусовой шине подключение получается у нас вот такое это на входе но и она аналогично будет на выходе с выходного конденсатора сюда вот на верхний контакт и земля вот сюда теперь значит что касательно питания все-таки мы до него добираемся добрались добираемся добрались батарейка да мы все знаем здесь плюс здесь минус вот этот источник однополярного питания да в случае как на схеме но есть правда это на полтора вольта поэтому неделю и полтора но вот как у нас плюс питание вот минус питание то есть если бы вы хотели батарейку подключить к нашей к нашей макетной платья вот плюс мы берем сюда и подключаем вот на этот контакт где плюс написан минус на минус то есть вот так у нас подключилась теперь же что такое двуполярное питание и как его сделать из двух однополярных источников питания если возьмем две батарейки и соединим их вот так вот то на вот этих двух концах если мы приложим вот так вот сюда щупы мультиметра то мы получим 3 вольта вот тут если мы приложим красный щуп мультиметра к этому контакту черным щуп мультиметра к вот этому контакту мы получим полтора вольта а если мы возьмем щуп опять-таки черный мультиметра сюда к этому контакту подключим а красный щуп мультиметра к вот этому контакту подключим то мы получим минус полтора вольта вот это и есть такой самый простой источник двуполярного питания и варарек системах у нас используется питание плюс-минус 12 вольт я честно говоря не знаю существует источники питания на 12 вольт но что точно существует это 2 9 вольтовые кроны и да понятно что 9 чуть меньше чем 12 вольт но это не критично работать все равно будет по крайней мере все вот эти популярные операционные усилители аля там тел 72 тел 74 м 358 они работают в диапазоне там максимальных можно подавать плюс-минус 18 вольт поэтому и от 9 они естественно тоже будут работать в принципе если схема да понятно настроена там допустим на плюс минус 12 вольт но в 95 8 98 процентов случаев она будет работать даже и от 9 вольт да то может амплитуда сигнала будет меньше выходная допустим или что-то в этом роде но это будет не критично поэтому для вот всяких экспериментов на макетной плате спокойно подойдут две девяти вольтовые кроны теперь как из 2 2 9 вольтовых крон сделать один источник полярного питания нам нужно взять две вот такие колодки под кроны и подсоединить их раз и два вот так что дальше дальше мы берем одну крону два провода нас получается красный черный плюс как бы и минус да вот мы берем красный там где у нас плюс подсоединяем черный там где у нас минус на данном этапе у нас получилось так как бы обычный источник однополярного питания плюс и минус как бы как и здесь плюс 9 вольт вот на схеме и земля теперь же мы берем вторую крону и что делаем красный провод мы подключаем туда же в ту же точку где у нас куда у нас подключен черный провод от 1 кроны вот сюда вот вот так а черный провод от 2 кроны мы подключаем но вот в плюсовую скажем так шину макетной платы вот сюда то есть подключение вот такое получается красный провод 1 крона сюда на пульсовую шину здесь мы получим плюс 9 вольт черный провод 1 кроны и красный провод 2 кроны находится в общей точке здесь мы получим землю или 0 или это также называется общий провод черный провод 2 кроны у нас находится вот в этой шине питания на макетной плате и здесь мы получим вот здесь минус 9 вольт и благодаря вот такой перемычки мы можем как бы перекинуть общий провод землю 0 вот отсюда это вот этих двух проводов еще и вот сюда для удобства подключения каких-либо компонентов которые требуется там подключить к общему проводу чтобы не все тянуть сюда а еще можно было и сюда прокинуть если все что спитается от плюс в данном случае 9 вольт у нас будет питаться вот от этой шины как вот я уже тяло кого-то установил его сейчас сюда подается плюс 9 вот на этот контакт подается плюс 9 питания а все что питается от минус 9 вольт опять-таки в данном случае будет запитываться вот от этой шины питания опять-таки как видно телку я уже подключил нужным контактом к этой скажем так минусовой шине минус 9 вольтам теперь давайте возьмем мультиметр и проверим также возьмем 2 перемычки одну подключим плюс 9 2 к минус 9 а общий контакт вот здесь возьмем теперь значит я беру черный щуп подношу его к общему проводу а красный щуп подношу там плюс 9 вольт и вот мы видим 9 22 вольт теперь же опять же этот черный щуп я оставляю также в общего провода а красный щуп подношу то туда где у нас находится черный провод 2 крона и здесь мы получим минус 9 вольт ну пуча минус 883 потому что крона это значит более разряженная чем вот эта крона но это как бы не суть важно вот мы получили если же я возьму черный щуп прислоню к вот этой давайте вот отсюда возьму вот так раз черный провод 2 крона а красный щуп там где красный провод 1 крона то мы получим 18 вольт ну и можно проверить что если мы вот опять-таки черный щуп здесь красный щуп здесь вот на нашу телку приходит плюс 9 вольт на этот контакт а вот на этот контакт приходит минус 88 таким образом можно организовать простой источник глуполярного питания я этим пользовался вариантом очень длительное время до тех пор пока не приобрел лабораторный источник питания двуполярного питания поэтому я где-то год пользовался да не очень удобно то что место на столе занимает то что все надо постоянно подключать очень часто эти провода бывают из того что не очень надежный контакт они вот так вот выпадают ты что-то включаешь ничего не работает пытаешься понять почему не работает оказывается провод питания где-то там отпал это вот да есть такие моменты неудобства но на первое время это выручает вот так же скажу еще один дополнительный момент по поводу питания все скорее всего знаю что есть постоянный ток переменный ток но я тоже слышал но какой-то прям разницы не понимал в чем какой здесь допустим ток протекает так вот просто дам краткий ответ на этот вопрос во всех у нас таких вот батарейках элемент питания ток постоянно в таких таких в таких здесь здесь ток постоянный переменный ток у нас там в розетках когда мы вилку вставляем в розетку просто если два провода туда взять там будет переменный ток во всех вот батарейках у нас постоянный поэтому все схемы питаются от постоянного тока и давайте сейчас сделаю такой подсъем есть у меня вот такой вот лабораторный блок питания именно двуполярного питания ну можно и однополярное питание организовать переключив вот так вот переключать и тогда здесь вот два таких комплекта скажем так клемм раз-два с каждого с него когда кнопочка такая джата можно получать однополярный источник питания то есть плюс плюс и минус плюс и минус если кнопочка вот так вот нажата то он работает как источник двуполярного питания вот собственно подключен плюс вот это минус как бы аналогия с кроме паса прослеживается вот плюс и минус до как бы два провода замыкается друг на друга и вот этот провод как бы он у вас был черный здесь у меня красный это будет минус питания вот они меня просто идут вот так вот ее меня помечена вот эти провода просто красная это плюс красный провод с синей изоленты это минус и черный это общий провод вот и соответственно если бы я их подключал как вот я вам показывал крона их бы подключил как черный провод у меня также был бы общим проводом вот этот вот просто красный провод подключался у меня сюда к плюсу а вот этот красный провод с изолентой у нас он был черным проводом 2 кроны я подключил бы вот сюда и я себе сейчас нажал на кнопку подал бы питание то мы бы здесь с вами вот так же самое увидели там допустим плюс 9 вольт минус 9 вольт а вот этот провод этот он был бы общим плюс лабораторного блока в чем в том что я могу напряжение регулировать то есть могу хоть 1 вольт поставить могу 2 могу 9 могу 12 15 20 и так далее плюс нету постоянно вот это возни с батарейками то что они разряжаются где-то валяются здесь стоят неудобно падают отключаются это подключение очень надежно вот сам источник тоже его можно и так использовать как и однополярное питание так и двуполярное питание очень удобно скажу так на рынке сейчас очень много продается источников таких лабораторных питания но они все однополярные в большинстве случаев практически процентов 90 я не смог найти ни одного разумного по деньгам современного источника двуполярного питания причем он еще линейный не импульсный то есть у него меньше всяких там помех скачков напряжение и так далее он выдает более ровное напряжение чем как бы лучше чем импульсный блок питания но их новых за адекватные деньги я вообще нашел поэтому только был но это очень полезная вещь то есть сразу забываете про всю эту головную боль в виде батареек но он конечно и громоздки тоже достаточно много места занимает но очень удобный называется он конкретно эта модель mass touch h y 3003 т 2 2 это значит что как раз него вот два вот этих вот комплекта клемм способных как раз выдавать работать в режиме двуполярного источника питания 10 еще с единичкой это когда будет только один вот такой комплект клемм еще с циферкой 3 здесь появляется дополнительный дополнительная пара клемм на плюс 5 вольт и вот к этому моменту давайте поговорим про стабилизацию напряжение в некоторых случаях и враг системах используется еще дополнительное питание плюс 5 вольт если мы говорим про стандартная но то что встречается в 90 процент случаев мы пользуемся вот такими вот шлейфами питания с 16 пин на 10 пин вроде как в ролике про весело я рассказывал про то какое потенциал куда подается и как они коммутируются друг с другом но также есть шлейфы и на 16 пин тире 16 пин выглядят они следующим образом один конец также подключается в питание в самом ящике который нас стоит а другой конец к модулю и в данном случае если здесь у нас есть только плюс 12 земля и минус 12 то тут у нас идут вроде как там передается севи гейт плюс 5 вольт плюс 12 вольт земля и минус 12 вольт и для некоторых схем необходимо еще дополнительно вот это питание плюс 5 вольт и если у вас на шине питания в вашем ящике есть ну такие вот коннекторы 16 пиновые то скорее всего там будет и плюс 5 вольт откуда взять когда вы можете просто взять вот так вот подоткнуться и куда вам нужно уже на плате самого модуля послать до 5 эти вольт куда вам надо если же так сложилось что у вас только такие шлейфы питания и у вас есть только 12 минус 12 вольт а вам к примеру их нужно преобразовать в плюс 5 вольт то используется стабилизатор напряжения в данном случае пример у меня вот этот пакетик со стабилизаторами напряжения 7805 это значит что они преобразуют ну дают на выходе плюс 5 вольт есть еще 7905 они дадут минус 5 вольт есть 70809 они дадут на выходе 9 вольт 7909 дадут минус 9 вольт и так далее там 7812 есть 7912 и так далее вот ими я никогда не пользовался вот самые ходовые 70805 и ну остальные уже реже вот и в данном случае мы подаем на 1 контакт плюс 12 вольт или плюс 9 вольт как если мы говорим про кроны на второй контакт мы подаем это как бы он получается к общему проводу к земле к нулю из 3 контакт мы как раз и будем получать наши плюс 5 вольт то есть к примеру да это было выглядело так я точно распиновку не помню поэтому сейчас не смотрите как он стоит у меня на схеме всегда проверяйте даты шиты перед тем как что-либо подключать все равно куда какое питание там где плюс где минус и так далее поэтому сейчас не смотрите как я его поставил его поставил просто для примера и в общем у нас вот этот контакт допустим будет подключаться вот сюда к плюс 9 вольтом коротких под рукой нет длинные использую вот так вот ведь сразу как некрасиво неудобно стало было бы короткая перемычка был бы лучше потом другой значит перемычкой центральный вывод подключается к общему проводу вот сюда вот и вот здесь с этого вывода мы получим уже пять вольт которыми можно запитывать какие-то отдельные возможно микросхемы которые будут использоваться в том или ином модуле который вы собираете иногда это пригождается в основном я лично пользуюсь у меня есть запасу таких вот 16 пиновых на 16 пиновых шлейфов я просто один в ящик 2 на модуль ставлю там выходной сглаживающий один конденсатор второй конденсатор и эти плюс 5 вольт уже подаю куда мне надо в основном на какие-то цифровые микросхемы думаю на этом можно заканчивать мы какие-то все важные моменты обсудили касательно опять-таки макетных плат касательно питания касательно перемычек касательно даже шлейфов поговорили поговорили даже касательно стабилизаторов напряжения возможно я когда-нибудь к ним еще вернусь в следующих видео рассказал вам про лабораторные блоки питания вещь реально полезная на первое время можно вот так на будущее все-таки лучше приобретать лабораторный блок который может работать в режиме двухполярного питания будем заканчивать видео получилось очень очень длинным я думал ложится минут в 30 но я боюсь она сейчас выйдет на час или что-то около того а тем кто досмотрел уже до этого момента тем спасибо за просмотр спасибо что вы вытерпели этот час или сколько тут получится и увидимся уже в следующем видео всем пока пока субтитры подогнал «Симон»